Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня глава сельского поселения Медвежье Озерское Владимир Канахин. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Добрый день, Сергей. Добрый день, жители Щелковского района. Приятно всех видеть. В здравии, всем хорошего здоровья и хорошего настроения. Спасибо. Ну давайте начнем. Вот поговорим, естественно, о сельском поселении Медвежье Озерское. Мы примерно знаем, да, какие проблемы у городского поселения Щелково. Хотя понятно, что население там в 15 раз примерно больше, чем у вас, а площадь всего лишь в два раза больше. То есть у вас какие-то есть свои особенности, так скажем, у поселения, хотя населенных пунктов тоже достаточно, да, 10? 10, да, Сергей. Какие вопросы вам, как главе сельского поселения, приходится решать в первую очередь? Вы знаете, но нонсенс следующий. Есть федеральный закон о местном соуправлении, 131-й. Потом с января 15-го года были вынесены поправки, часть полномочий, а их 33 полномочия ушли в другие инстанции. Но все равно, как любит говорить Алексей Васильевич Валов, глава отвечает за все. Поэтому приходится решать все проблемы. Но другое дело, что не все проблемы я могу решить так, чтобы жители были довольны. Почему? Потому что, ну, есть понятие бюджетной дисциплины. Если нет полномочий, предположим, на сегодняшний день там проводить асфальтные работы, я как хозяин территории, как руководитель, ну, как обыватель понимаю, что надо поменять асфальт, но я не имею права даже при наличии денег. Поэтому совместно приходится работать как с правительством Московской области, ну, в основном, конечно, с руководством Щелковского муниципального района. Владимир Николаевич, не так давно, где-то примерно месяца полтора назад, вы отчитывались перед населением о проделанной работе за прошлый год. Мы, естественно, снимали это мероприятие. Предлагаю посмотреть сейчас короткий видеосюжет о том, как проходило, ну, а потом уже будут вопросы. Спасибо, давайте. Спасибо, давайте. Спасибо, давайте. Спасибо. Спасибо. Почти на 2 миллиона проведены работы по озеленению территории. Большую долю расходов бюджета составляет капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства. По программе капремонта было отремонтировано 9 домов. Ремонт коммунального хозяйства ведется и по программе модернизации бывших военных городков. В частности, продолжается реконструкция котельной на территории поселка Новый Городок. Ведется замена инженерных коммуникаций. На эти работы пошло около 25 миллионов рублей. Внимание уделялось вопросам социальной сферы. Так, в прошлом году был построен и введен в эксплуатацию детский сад на улице Юбилейная. Открыто отделение мать и дитя Балашихинского реабилитационного центра «Росинка». Для развития спорта тоже сделано немало. Новое спортивное оборудование и инвентарь. Реконструкция и оформление спортплощадок. Новый транспорт для перевозки спортсменов. Надо отметить, что в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти среди городских и сельских поселений Щелковского района по развитию спорта Медвежоозерское поселение занимает первое место. По всем показателям поселение занимает второе место после городского поселения Щелково. Среди сельских же первое. Ну вот, немножко облегчили вам работу, Владимир Николаевич. То есть цифры основные названы, что сделано за прошлый год, какие объемы. Объемы действительно большие, особенно если учесть количество жителей. Всего 8 тысяч, около 8 тысяч поселений. Но, тем не менее, к практической стороне перейдем. То, о чем вы говорили в своем отчете. Прежде всего, конечно, это деньги, это бюджет. Какие особенности, так скажем, выполнения доходной части бюджета существуют в поселении? Сергей, ну вообще-то, если взять анализ поступления денежных средств на бюджет, за три года, если вот доходную часть, смотрите, 14 год, 109 миллионов. Значит, 15-й 137 и 16-й 122. Ну вот здесь, заметно, уменьшение небольшое на 15%. На 15 миллионов это связано с тем, что у нас на территории есть земли, принадлежащие Щелковскому холдингу Щелковский. Ну, по-русски называется рынок. Соответственно, вы знаете, что они уже в банкротстве. Соответственно, эти земли находятся под арестом. Соответственно, уже год не идут платежи. А это единственный земельный налог, 100%, который остается на территории нашего поселения. Поэтому вот здесь немножко есть недоработка в этом плане. Но мы ждем с нетерпением, кто станет владельцем этих земель. Потому что кроме того, что в бюджет не поступают деньги, есть еще понятие следующего неудобства. Поля не обрабатываются. Вот хорошо сейчас дожди, хоть трава пошла. Представьте, если где-то там в начале мая, не дай Боже, там кто-то поля поджег, пал рядом с деревней. Это раз. Дальше. Ну, неприятная ситуация. Мы, одно из поселений, которое находится ближе к Москве, это незаконный сброс мусора со стороны, в основном, Москвы. Буквально вот уже в этом году мы своими силами администрации два случая таких, как бы, сами предотвратили. Одну, как бы, машину поймали днем. А в одном месте, это дорога к кладбищу, где поле тоже принадлежит рынку, там систематически начали возиться мусор. И наши сотрудники выходили в ночь, три ночи дежурили, и в одну ночь поймали. Соответственно, полиции сдали этих нарушителей. Но дело в том, что, скажем, частная машина по договору с Москвой возит штраф 5 тысяч рублей, а для нас проблема убрать мусора навалено. Дороже получается. Мы не только дороже, мы не имеем права убирать. Почему? Потому что собственность не наша. Соответственно, бюджетные деньги тратить туда – это проблема. Поэтому ищем какие-то выходы, там, спонсоров найти или чем-то кого-то заинтересовать, чтобы убрать мусор. Если посмотреть, на что же тратились деньги в бюджете 2016 года. Вот смотрите, культура вместе с зарплатой, со всеми покупками – 33 миллиона. Физкультура и спорт – 26 миллионов. И жилищно-коммунальное хозяйство – это благоустройство, игровые площадки – было потрачено 25 миллионов. Это пешеходные тротуары современные, новые. В общем-то, работа строится, скажем так. Вот буквально перед отчетом в начале 2016 года была встреча руководства Щелковского района и администрации поселений с жителями. Жителям было сказано мною, что подайте записочки по всем проблемным вопросам, которые мы должны порешать. Были собраны записки. Каждая записка была отработана. Были посмотрены те проблемы, которые надо было сделать в первую очередь. В основном много было проблем – это пешеходных зон, подход к магазину, к дороге, к детскому саду. Соответственно, мы заказали сметы, рассчитали денежки. И уже к концу года мы жителям показали, что те просьбы, которые они реально просили сделать, мы их выполнили. Правильно было поставлено, скажем там, пять современных игровых площадок. Это в общей сумме где-то больше 7 миллионов рублей. Это в целом поселения, то есть в разных населенных пунктах? В разных, да. У нас на сегодняшний день имеется 14 игровых площадок современных. Это с резиновым покрытием, с освещением. Ну, еще есть, скажем, в деревнях, в некоторых, там без резинового покрытия. Но мы стараемся элементы, которые уже опасны для детей, их просто менять. Вот буквально сегодня мы, соответственно, в бюджете есть денежки появились экономные. Мы сегодня утвердили проект застройки. Это юбилейная 10, 11, 12, 13. Там есть одна игровая площадка, но дома высотные и старую застройщик, когда Мортон сдавал, дома построил, она не отвечает требованиям. Мы сегодня утвердили. Сейчас готовим смертную документацию. Я думаю, в течение, ну, через месяц там появится игровая зона, которая вот изначально оценена в 3 миллиона. Ну, потом будет, как бы, смотреть по конкурсу. То есть уже в этом году мы выполнили наказы избирателей, мы сделали пешеходные тротуары у магазина «Пятерочка». Мы сделали пешеходные тротуары и новые дополнительные автостоянки. Это улица Академическая, где жители тоже просили сделать удобно, чтобы было ходить. То есть, соответственно, вот эти работы. На сегодняшний день готовится смертная документация. Опять, это пожелания молодых мамаш. Это у нового садика, с одной стороны, вход неудобен. Мы там будем делать пешеходный тротуар, чтобы наши мамаши ходили в этот детский сад. То есть, в основном благоустройство делается не так, что вот там захотелось главе или администрацию, а именно вот есть наказ, его надо исполнить. Но если наказ, соответственно, может быть исполнен. Потому что есть технические, скажем, какие-то неисполнения. Если там лежит большая газовая труба, а тут вот больше негде сделать тротуар, соответственно, мы не можем его положить. Но мы людям объясняем, что вот, ребята, здесь мы не можем не из-за того, что у нас нет желания, а из-за того, что просто технически невозможно. Поэтому работа ведется, ведется в основном вот именно для улучшения жизни наших жителей, нашего поселения. Вот тот, что рейтинг, я обычно всем говорю, рейтинг на рейтингом, но для меня и для нашей администрации важно это мнение наше решить. Да, есть недовольные, да, есть проблемные вопросы. Я их могу озвучить, там в конце про каждое расскажу, но есть по каким-то решениям вопросы, которые будут решаться. А есть проблемы, которые я не могу решить по полномочиям, по деньгам. Ведь все планируется как? Вот есть, скажем, определенные суммы на данный момент времени. Ага. Мы смотрим пожелания, мы смотрим необходимые работы, мы под них готовим конкурсную документацию. Вы сами понимаете, это федеральный закон 44-й о закупках. Там нужно время, чтобы эту документацию проверили, чтобы она была выставлена на аукцион, чтобы прошел аукцион. Через 10 дней, кто выиграл, мы подписываем с ним контракт, человек приступает к работе. Даже вот сегодня буквально тем, как ехать к вам на телевидение, у нас закончились определенные контракты, уже приступили к работам. Есть у нас совхозные дома, улица Сосновая. Значит, в самой улице есть освещение уличное, а вот подъездная дорога леса, уличного освещения не было. То есть были обращения, были обращения депутата оттуда. Мы, соответственно, объявили конкурс. Вот сегодня, завтра, вернее, нам уже его сдают. Уже стоят столбы, висит 52 современных светильника, там вообще не было уличного освещения. Завтра нам его сдают, и, соответственно, я думаю, через пару дней нам электрики уже включат, они будут работать. Также там ведутся работы. Сейчас еще второй, вот буквально это от шоссе в сторону Нового городка и до Новых военных домов тоже уже конкурс завещен, а там закончен. Там вообще по 3 миллиона работы. И, соответственно, бригада, которая выиграла... В Новом городке, да? Это вот от Щелковского шоссе и прямо в сторону войсковой части до Новых военных домов. Тоже бригада выходит на работу, тоже будет делаться. Есть проблемы, которые, соответственно, решать, и, соответственно, мы будем решать. Но это вот как раз те вопросы, которые находятся в вашей компетенции, я имею в виду сельской администрации. Но вот те проблемы, о которых вы упомянули в начале программы, те же дороги, ремонт дорог и строительство новых, так скажем, хотя бы благоустраивание старых грунтовых на асфальт, например, как в Алмазово было сделано, поскольку это введение района. Как удается решать эти проблемы? Сергей, вы знаете, я не конфликтный человек, и стараюсь находить общий язык с руководством. У нас есть общие понятия, понятия с Алексеем Васильевичем, с Урцевой, с Надеждой Владимировной, есть понятия по развитию нашего поселения. Ведь, кроме того, в Щелковском районе 10 поселений, но наше является въездное. Поэтому, в принципе, лицо района, и, в принципе, кроме того, ведь, давайте так говорить, приезжают какие-то проверки с области. Фрианово ехать далеко, вот под боком есть Анискино, есть Медвежки, куда можно приехать и посмотреть. Поэтому есть понятие совместной работы. Я могу привести примеры, которые вот свежие, прошлого года. У нас, соответственно, вы знаете, стоит часть ВДВ. 2 августа, день десантника, я в армии служил в городе Аше Киргизской ССР в ВДВ, имею 18 прыжков, сержант, потом уже в милиции была. Поэтому я понимаю, что такое служба ВДВ. Так вот, когда нам 2 августа Воробьев приехал к нам на поселение, Алексей Васильевич, мы показывали то, что было новшество построено. А решения принимались, соответственно, так. То имущество бывшей войсковой части, которое не существует уже давно, было передано имущество в пользование нашу, в казну, сельское поселение Медвежьи озера. Ну, изначально, скажем, идеи у нас были свои. Но когда Алексей Васильевич подъехал и высказал предложение, соответственно, которое я, как глава и председатель Совета депутатов, вынес на Совет депутатов, значит, ни один из 12 депутатов не стал возражать. А именно, мы передали, соответственно, трехэтажное здание, где мы планировали там и администрацию, может, свою новую, и школу искусств новую. Но дело в том, что к нам обратилось руководство соцзащиты Московской области по созданию филиала Балашихинского центра «Росинка». Это где находятся мамаши и детишки с ограниченной возможностью. А второй, третий этаж Алексей Васильевич предложил отдать, сделать общежитие для медиков. Соответственно, мы поняли друг друга, мы поняли правильно. Соответственно, на сегодняшний день и в прошлом году мы губернатору смогли показать вот этот репутационный центр, шикарнейший, второй, третий этаж, 40 квартирных комнат для медиков, которые уже часть, даже наш медик живет, наш тренер из тура живет. Остальные по надобности, тоже перинатальный центр «Кадазас», люди приедут сюда жить. То есть есть общее понятие достижения цели. Цель не показать, что вот я великий или Алексей Васильевич великий, а показать цель, что мы делаем для того, чтобы вот этим детишкам со Щелкуского района, с Фрязина, с Фриана уже ездят, потому что есть где провести время. Я вот буквально вчера там был, тоже опять после отпуска, заехал, узнал, как дела, там кое-что надо помочь, поможем. Значит, мы сотрудничаем с этим центром. У нас в деревне Шевелкино есть коммерческий шикарный конно-спортивный клуб. И когда я поинтересовался, оказывается, для этих детей одно из видов лечения – это вот животные. И мы буквально, ну, в квартал раз, у нас автобус есть новый шикарный, мы даем автобус, договариваемся, ведем туда этих детей с мамашиной, им там делают чай и готовят морковку, где они ходят там лошадок, пони, всех кормят. То есть сотрудничество есть. Дальше, если взять правительство Московской области, мы на сегодняшний день через Совет депутатов передали бывшее здание санчасти военной, которое находится на территории бывшего военного городка. Мы на сегодняшний день находимся в программе Московской области, где будет выделено 39 миллионов, и они должны провести конкурс, и будет отремонтирована и открыта вторая поликлиника в этом здании. То есть это вот вторая жизнь бывших военных помещений. Ну и одна, я думаю, когда к физкультуре придем, да, если... Ну, годом раньше, да, из солдатской столовой сделан спортзал единоборств. Да, из солдатской столовой сделан спортивный клуб единоборств, куда переехали боксеры, самбисты. И, в принципе, вот как раз туда мы планировали администрацию, потому что все говорят, какая-то новость там убогая, им неуместо стоит. Но когда мы поняли, что мы можем и в этом работать и жителей принимать, а вот детишек развитие спорта идет, их надо занять, чтобы они не болтались по улице, соответственно, приняли такое решение. На сегодняшний день он работает, вы там были на открытии, снимали. То есть он востребован, поэтому есть понятие. Вот те же, как вы говорите, дорожные работы. Ну, хочу сказать, что, в принципе, нас не обижают район. И на сегодняшний год, с учетом долгов двух дорог, это наша славная улица Садовая и новый городок, дом 1, 10, 13, соответственно, где в прошлом году район объявил конкурсы, но выиграл непорядочный человечек вот этот конкурс. И, по сути дела, он в октябре пропал и напаганил только что Садовая, к примеру, улица там был старый асфальт, он фрезу пригнал, все снял и пропал. Ну, да, он налетел на штраф, его лишили лицензии на три года, он в Московской области в конкурсе участвовать не может, хотя он тоже с Подмосковья, но смысл тот, что получается, что мы-то знаем, мы что-то понимаем. А жители говорят, Владимир Николаевич, что у вас там творится, там полигон. Ну, вот получается так. Но есть понятие и поддержка района. Вот на сегодняшний год, соответственно, район включил у нас, значит, две дороги, это Садовая, новый городок 1, 10, 13, доделать, это в районном городке. Дальше подъездная дорога к улице Сосновой, где вот мое освещение, подъездная дорога к улице Академической и подъездная дорога к домам колледжа. То есть пять дорожных объектов район уделил внимание. Поэтому я считаю, что делить и сельскому, и району нечего, потому что главная цель вот именно делать так, чтобы комфортно жилось, чтобы меньше было проблем. Поэтому я считаю, что вот у нас есть понятие. Да, мы бываем спорим по каким-то вопросам, может, доказываем каждой свою правоту, но в конечном счете мы приходим к общему мнению, к общему понятию. Но это вот сейчас мы говорили о взаимодействии, так скажем, с муниципальными и региональными властями, о том, какую они помощь, поддержку оказывают. Но есть же еще у вас на территории поселения достаточно большие, я имею в виду и по площади, и по численности, так скажем, организации федерального уровня. Ну, прежде всего, конечно, это и Центр космической связи. Это правильно. КБМИ. КБМИ, та же ВЧ-54-164 десантная. Так что вы как взаимодействуете, скажем, с руководством и командованием воинских частей? Вы знаете, ну, с первых дней, когда пришел работать главой, это было 2 сентября 2002 года. Соответственно, первое, что сделал, это когда ознакомился с территорией, с помещениями, затем, соответственно, побывал, встретился с каждым руководителем не только крупного предприятия, но любых предприятий. Соответственно, у нас на сегодняшний день, я считаю, дружеские отношения и рабочие отношения. Почему дружеские? Ну, вы сами понимаете, приходится обращаться за какой-то просьбой, чтобы люди помогли, отказа ни в чем нет. Ну, про ВДВ говорить, я думаю, бывших не бывает десантнику, что, мол, у нас нету понятия, такого быть просто не может. Поэтому это родная часть, это родные ребята, это родные офицеры и прапорщики. Поэтому, соответственно, они тоже, соответственно, помощь оказывают, но не то, что, как многие говорят, вот там взял солдат, там в огороде все. Нет, это вот проведение каких-то мероприятий общих, проведение мероприятий с молодежью, это в нашем колледже. Если взять предприятие, мы тесно работаем, у нас бывший корзавод, Георгий Салакович, который помощь оказывается на сегодняшний день, как бы у нас, вы знаете, ЧП «Ураган» был, получилось так, что на нашей территории 30 деревьев только поваленных, плюс еще 30 аварийных. И, соответственно, мы срочную опиловку делаем, и сейчас вывозить, так вот, у него там котельная такая, что можно дровами. И вот весь этот... Бурелом, так скажем. Бурелом возим, ему туда сдаем. Есть у нас, значит, Петроликс организация, есть у нас организация «Русский хит», «Визитон», это замороженные продукты, это стабильно, скажем, могу сказать, Борис Александрович Казанцев, там директор, вот скажем, Масленицу, мы для жителей две-три тысячи блинов, они поставляют с этой фирмы, бесплатно, для того, чтобы мы могли Масленицу угостить наших жителей и помочь. Центр космической связи, АКБМИ, вот которому отметили 70 лет этому предприятию, то есть, каждый где-то что-то. Я тоже стараюсь помогать, потому что, ну, нельзя играть в одну калитку, поэтому, если они тебе относятся и помогают, соответственно, тоже оказать какие-то содействия. Но в войсковой части мы все праздники, поздравления, мы всегда подарки, приезжаем, стараемся, чтобы поддержать офицеров, ну, и буквально, вот, находясь в отпуске, там у нас было приятное мероприятие, пять лет назад Министерство обороны на своих земель построило восемь высотных домов, и на сегодняшний день там было как раз это мероприятие, 356 ключей вручили, в том числе 45 квартир получили наши служащие, с нашей войсковой части. Я с командиром вот беседовал сегодня, как бы тоже имел отношение, поэтому все зависит, надо работать в едином кулаке, потому что, когда есть понятие с ихней стороны, есть понятие с моей стороны, соответственно, где-то что-то решается, там надо машина, что-то подвезти, что-то отвезти, кран там, выкопать что-нибудь, то есть, в этом плане есть понятие, и есть понятие, мне нравится, и хочу сказать спасибо всем руководителям предприятия, что никогда не отказывают в помощи. Тот же колледж Московский областной, Нарсисиан Владимир Иванович, это один из почетных жителей сельского поселения, которые получили этот знак, когда он только был утвержден, это тогда получили, значит, он заслуженный учитель России, и также есть заслуженный врач, это наша, значит, уважаемая, соответственно, она ушла на пенсию, Людмила Павловна, поэтому вот они в первой получали знак почетных жителей поселения. Спасибо, Владимир Николаевич, напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы диалог сегодня глава сельского поселения Медвежье Озерское Владимир Канахин. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва, не переключайтесь. Продолжаем программу диалог, напоминаю, что в гостях у меня сегодня глава сельского поселения Медвежье Озерское Владимир Канахин. Еще раз добрый вечер, Владимир Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 567-1450 звоните и задавайте свои вопросы главе сельского поселения. Ну, а я буду задавать свои вопросы, естественно. Вот мы первую половину программы посвятили тому, что уже сделано, так скажем, за минувший год в Медвежьих Озерах, ну и других, естественно, населенных пунктах поселения о том, что делается сейчас. вот, наверное, настало время поговорить о том, что будет сделано, так скажем, в отдаленной перспективе. Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, посвященный публичным слушанием генплана сельского поселения, которое прошло в самом конце прошлого года, ну и, соответственно, о том, что будет сделано, как будет развиваться поселение. Давайте посмотрим. Генеральный план сельского поселения Медвежьиозерская рассмотрели в рамках публичных слушаний, прошедших в местном доме культуры. На встрече жители поселения положительно отметили запланированное развитие социальной инфраструктуры. Предполагается строительство двух школ и пристройки к уже существующему учреждению образования, рассчитанных на 2340 мест, а также открытие пяти детских садов, поликлиники и больничного стационара. Прежде всего было произведено уточнение актуализации исходных данных, то есть население обеспечено всеми социальными и другими инфраструктурными объектами и в материалы генплана предусмотрена первая очередная задача это ликвидация тех дефицитов по этим объектам. Также запланировано увеличение числа рабочих мест за счет реконструкции существующих производственных территорий и создания новых, а также строительства общественно-деловых центров. В частности в Медвежьих озерах планируется увеличение рабочих мест на 6,5 тысяч, что достаточно солидно, чтобы люди не ездили в Москву, чтобы они занимались непосредственно грубо говоря рядом с домом, ну в зависимости от той инфраструктуры, в которой они будут задействованы. Генеральный план рассчитан до 35-го года и учитывает также перспективу строительства дублера Щелковского шоссе. Дорога пройдет по территории поселения. Она выходит из Злосиного острова и пройдет по территорию сельского поселения Медвежьоозерска. И как раз оно в районе Долгого Ледова соединится с трассой Щелковского шоссе. Владимир Николаевич, ну давайте пройдемся немножко по генплану. В 35-й год, конечно, заглядывать не будем. Начнем, наверное, с самого болезненного вопроса. Это, конечно, строительство школы в Медвежьих озерах. Ну, собственно, пристройки к школе, особенно с учетом того, что 8 домов появилось в новом городке, школы там нету и все будут ходить, наверное, туда. Как идут дела? Ну, Сергей, я понял буквально на предыдущей передаче был замглавой района по строительству Николей Никитовича. Я думаю, он эту тему подымал. Ну вот буквально мы сегодня с ним тоже переговорили коротко по этому. То есть ситуация такова, получается, что на сегодняшний день есть единственная школа, которая работает очень с большой нагрузкой. Если по детским садам у нас уже картина более-менее ясна, их появилось 3. Соответственно, детских садиков вот буквально в конце июня сдастся второй в новом городке. Алексей Васильевич сказал, что комитет образования дал данные, что там сейчас 120 человек, туда будет новых детишек. С учетом еще на юбилейный один и второй старый. По школе вопрос, в общем-то, мы занимались довольно-таки долго. Приходилось, даже мы работали и с родительским комитетом школы, и с общественностью, для того, чтобы мы все-таки попали в программу строительства школы. На сегодняшний день это как бы не сказка, что она будет строиться. Ну, есть небольшие технические погрешности, проблемы. В чем они заключаются? Ну, во-первых, на сегодняшний день, если проект готов и есть деньги, немножко нам как бы препятствует Лосиный остров. Ситуация такая, что на сегодняшний день вот те строения, которые строились еще в советские времена, находятся в санитарной зоне Лосиного острова. И когда начинают строиться новые, то Лосиный остров начинает там всякие немножко препятствия, но на сегодняшний день вот это одна из причин, которые немножко задерживают, но что она будет построена, я не сомневаюсь, потому что я оптимист по жизни, я видел сам проект, я общались, у нас был селектор с губернатором Московской области буквально месяца три назад, и когда мы сидели в кабинете в районной администрации на четвертом этаже, министра образования Московской области докладывала по каждому району, сколько будет строиться школ, сколько там запластные, федеральные и спонсоры. Как дошли до Щелковского района, она сказала, что в Щелковском районе, не считая те, кто будут строить коммерческие, ну не коммерческие, а по инвестпроектам, что две школы будут строиться за деньги областные и федеральные, это микрорайон Солнечный и деревня Медвежье озеро. Она пошла на следующий район, он культурный звенец, говорит, вернитесь, пожалуйста, к Щелковскому району и скажите мне по Медвежкам. Я, говорит, был там на встрече с жителями, с руководством района и поселения, мы дали слово. Она говорит, Андрей Юрьевич, школа начнется строиться, и на следующий год она должна быть сдана. То есть, соответственно, она числится пристройка, на самом деле, если посмотреть проект, это совершенно отдельное, не одно, там три современных красивых здания. Соответственно, то, что там нагрузка написана, ну, 140, там, или 175 человек, учеников, она, в принципе, примет больше. Далее у нас в Генплане еще есть одна школа, это возможность будем рассматривать, это Восточная Европа, это микрорайон напротив Жеребцов, где идет застройка, пятиэтажных домов, то, в общем-то, будет вестись работа, возможно, вот там, где-то на территории может появиться еще одна школа. Ну, про объездную дорогу сказали, в основном, как бы, проблема этой объездной дороги, это было, чтобы было... Копеть Лосиный остров, собственно. Лосиный остров, но я думаю, там на уровне федеральном порешают этот вопрос, но тема для меня, для головы, самое главное, чтобы это были не ущемлены правы собственности жителей, то есть ни дома не ломались, ни какие-то предприятия, соответственно, не сносились. Соответственно, вариант дороги выбран удачный, там, по сути дела, никто не пострадает от этого, кроме, скажем, может, владельца каких-то земель, ну, которые, может, даже не обрабатывают. Посмотреть развитие предприятия, ну, соответственно, это действительно бич, но не дело, наши жители ездят на работу, там, в Москву. Ну, вот еще один пункт, да, извините, перевью генплана, что прозвучал как раз из уст разработчика проекта, что увеличение рабочих мест на 6 тысяч, за счет чего это может быть? Ну, в плане были предприятия, которые планировались, соответственно, на землях щелковского рынка строиться, но я думаю, они в плане не изменятся. У нас есть развитие действующих предприятий, вот, к примеру, буквально с Алексеем Васильевичем мы где-то в первом квартале ездили на бывший кожзавод, где фирма АМА, это европейский производитель продукта и сопутствующие товара для животных, это питание, всякие домики, значит, он уже в этом году построил и сдал 22 тысячи помещений под склады, и, соответственно, там же сейчас собирается строить производство. 22 тысячи метров квадратных, да? Тысячи квадратных метров, да, и он сейчас будет там строить очень большое производство, где будет производиться, оно безвредное, все, соответственно, появятся дополнительные довольно-таки большие рабочие места. Соответственно, у нас есть предприятия, которые тоже, вот даже взять всем известные наши грибы, да, наверное, вы снимали, видели шампиньоны, но сегодняшний день тоже, соответственно, у Евгения Трофимовича есть идеи, есть деньги, есть земли, соответственно, идут технические документации, тоже будут строиться дополнительные производственные помещения, где, соответственно, наши работники могут и найти работу. То есть, соответственно, генплан, генплан, он, как бы, такой мощный, готовится, он обсуждается с жителями, потому что, вы сами понимаете, многое, то, что мы хотели, может быть, не могло где-то привязаться по каким-то санитарным зонам, да, потому что мы, мы, к примеру, не очень видим поселение там, какой-нибудь мусс-перерабатывающего завода, потому что у нас все сжато, рядом кругом находятся, соответственно, населенные пункты. Поэтому все смотрелось очень тщательно, очень тщательно считались каждой нагрузки, соответственно, все, потому что, ну, сами понимаете, вот на сегодняшний день, я вот в генплан привел вам пример по Лосиному острову. Вот сейчас военные сдают 8 домов. Значит, мы в генплан... Земля там Минобороновская? Минобороновская. Но вокруг Лосиный остров. И мы, соответственно, два раза в генплан вносили вторую дублер дороги, чтобы выезжали на Щелковское шоссе не по действующей вот дороге, которая уже перегружена, а по другой. Два раза убирали, два раза возвращались. На сегодняшний день она опять находится в генплане, и я думаю, что мы все-таки докажем Лосиному острову, что мы не наносим ущерб, потому что мы не будем там пилить деревья, потому что, в принципе, мы находимся только, наверное, в санитарной зоне. То есть вот это все генплан предусматривает. Дальнейшее развитие строительства мощное, но, в принципе, оно уже, по сути дела, точечно уже неинтересно. Да я считаю, это нецелесообразно, потому что больше вот сейчас мы, как вы сказали, выделяем внимание, вот сейчас будем опять по парковкам работать, благоустройство какое-то наше дальше продолжать. Соответственно, поэтому есть план, есть идеи, генплан, я думаю, в этом году утвердят, соответственно, мы сможем дальше по нему работать совместно с руководителями предприятий. Ну вот о материальном поговорили, но, как говорится, не хлебом единым. Давайте о духовной пище, я имею в виду, конечно, культурно-досуговые мероприятия, культура и спорт. Что в этом направлении делается? Вы знаете, я обычно, вот когда вижу наш дом культуры, а в этом году мы отметили юбилей 35 лет вот этому зданию. Когда вот 2 сентября пришел на работу, ну, может, дня через 3 поехал по приобретению, захожу в дом культуры, дождик был, захожу на второй этаж в ряд штук 40 тазиков и паркет вздутый. То есть, получилось так, что вот есть культура, где люди должны приходить, заниматься, показывать свои таланты, а условия совсем не очень удачные. Это в каком году было? 2002 год. И мы постепенно, постепенно, постепенно при наличии денег занялись этим вопросом, чтобы его восстановить и довести так, чтобы было не стыдно. Буквально 14-й, 15-й, 16-й года мы туда вложили только в ремонт 12 миллионов рублей. Мы один год делали один этаж, второй год делали второй этаж. Но, по сути дела, получилась начинка такова, что здание осталось, сантехнику поменяли, электрическую часть поменяли, благоустройство, отделку поменяли. В догонку, в догонку после этого, а, кинозал переделали. В догонку к этому и спортзал, который находится, тоже переделали. И в догонку к всему еще потом всю эту внутренность начинили с современной аппаратуры, с современной мебелью, чтобы не стыдно было. На сегодняшний день, если посмотреть наши цифры в Дом культуры, к примеру, у нас получается так, что вот работают 20 кружков, которые посчитают, посещают почти 500, 437 человек. Возраст от таких до таких. И на сегодняшний день больше того, ведь смысл, что у нас появилась машина там же, потому что наши артисты выезжают куда-то в другие поселения, в другие даже города. Наши артисты за границей выступали, на конкурсы ездили, у нас есть народные золотые купола. То есть смысл тот, что сейчас, если взять концерты, взять концерт, не повторяя ни одного номера, ну дать выступить всем нашим артистам, ну нужно часов 5, чтобы все наши выступили. То есть мне горжусь тем, что это учреждение тоже возглавляет заслуженной работник культуры Московской области, что Лева Валентина Тажоковна, она уже работает там довольно-таки больше 20 лет директором, поэтому есть коллектив, коллектив творческий, коллектив с задумками. Вот буквально мы сегодня сидели, обсуждали по дню поселения, это наш традиционный праздник, который мы проводим обычно либо последние субботы августа, но в связи с тем, что эти выходные совпали с праздником района, поэтому было принято решение день поселения провести 2 сентября. Ну, соответственно, мы к праздникам стараемся что-то сделать. Вот на сегодняшний день есть проект, который сделал наш местный архитектор Денис Хартек. Значит, мы хотим, это у нас 4-й, 7-й дом и старый детский сад есть аллея. Мы ее хотим благоустроить в плане в том, что аллею сделать для отдыха, а сделать место, где наши молодожены, куда камеру показывать? Ну вот. Вот. Нашим молодоженам то, чтобы у них была память, то есть это будет место, где наши молодожены смогут оставить память, хотя у нас память и так уже есть в семейной аллее, наверное. И, соответственно, для наших пожилых людей там будет в аллее сделаны лавочки, фонарики красивые. Значит, смета уже составлена, мы ее отправили в госэкспертизу и, соответственно, после этого сдадим в управление конкурсной политики для того, чтобы к дню поселения, к сентябрю эту аллею, ленточку перерезали, может, даже будет действующая свадьба. Есть в Дом культуры школа искусств. Это филиалы от школы искусств и Щелковского подчинения района. Мы вместе сотрудничаем, Забкова Тавара Ивановна руководитель, есть понятие. О кружках и секциях можно много говорить. Это и лучик, и 21 век, и танцоры, и театральная есть студия, и кукольная. То есть, вот, для того, чтобы растить таланты, и чтобы меньше молодежи болталось где-то, вот, как раз большое внимание было уделено культуру и спорт. Я вначале вам сказал цифр, сколько денег, Больше, чем тратится основные статьи расходов культуры и спорта. Если посмотреть, вернуться к спортивному базу, вы тоже знаете, что, в принципе, если посмотреть спортзал, современный спортзал, современным покрытием, с освещением, выходим из спортзала, тут же тренажерный зал в Доме культуры, где, соответственно, любым видом спорта накачаться, подкачаться, фигуру сделать, мужчина, женщина занимается. Переходим на стадион, который на сегодняшний день, можно сказать, ну, в районе, если не считать Щелковского городского, наверное, я думаю, лучший. Там возглавляет Масальский Николай Григорьевич, вообще, как бы, человек, который очень предан спорту, он сам мастер спорта по тяжелой атлетике, соответственно, его и зять, и сын, даже сейчас и внуки занимаются спортом в этом учреждении. Там есть футбольное поле с настоящим покрытием, которое имеет искусственное освещение, можно и зимой, все. Имеется там каток для фигурного катания, для хоккея, беговая дорожка с искусственным покрытием, там 350 метров вокруг стадиона, футбольное поле с искусственным покрытием для мини-футбола, поле с искусственным покрытием для баскетбола, волейбола и большого тенниса. У нас секции эти все существуют. Клуб единоборств, где боксеры, самбо, карате, дзюдо. И вот взять, посмотрите, 639 человек занимаются в секции. А еще приятно то, что когда сделали беговую дорожку, я рано приезжаю на работу, там зимой, летом, неважно, объезжаю территорию, даже зимой она чистится, бабушки, дедушки, молодежь с палочками занимаются видом. И мы вот когда отмечали, подводили итоги наших спортсменов, у нас тоже такая традиция, мы буквально либо в конце года, либо в январе в Дом культуры приглашаем всех спортсменов, тренеров, родителей, вручаем там награды. Тем более, вот новый вид спорта флорбол, который мало кто знает, да, он развивался, 5 лет начал развиваться в России. Ну вот я вас перебил, Владимир Николаевич, потому что у нас есть еще один тоже подарок для вас. Вот спортсмены тоже оправдывают вложенные в них средства, в частности, вот флорболисты. Да. Сейчас предлагаю посмотреть еще один видеосюжет про команду из Медвежьих Озер, которая в прошлом году, в конце прошлого года заняла первое место на первенстве России. Давайте посмотрим. Давайте. С неподдельным азартом гоняют по залу мяч воспитанники Медвежьи Озерского спортклуба. Вот уже 8 лет здесь осваивают игру флорбол, или, как его еще называют, хоккей в зале. И осваивают вполне успешно. А в начале ноября команда из Медвежьих взяла золото на всероссийских соревнованиях. Совсем недавно мы выиграли первое место на Валдае. Мы забили больше всех голов и, ну вот, заняли первое место. Я пропустил меньше всех голов во всем турнире. Занимаемся мы, ну, не сказать, что много, четвертый год. Были на многих соревнованиях, на всероссийских, на международных, так, по области. Стали двукратными бронзовыми призерами России в том году, 2015-й. Международный турнир взяли бронзу. Для достижения такого успеха ребятам приходится держать высокую планку. Тренируются практически каждый день. Вместо шайбы мяч, вместо коньков обычные кроссовки. Флорбол можно назвать бюджетным вариантом хоккея. Экипировка не требует больших затрат. Однако борьба между командами столь же увлекательна и зрелищна. Сейчас в Медвежьей Озерской секции флорбола занимается около 120 ребят. Летом и весной играют на поле с искусственным резиновым покрытием. Осенью и зимой перебираются в спортзал в Доме культуры, где также созданы все необходимые условия. Вы знаете, даже пришлось тратиться на то, чтобы купить новый автобус. Нам в быт на Сочелковском районе передали пазик, который несколько лет стоял у забора, где-то там в комитете по физкультуре, что ли. Мы его восстановили, на нем ездили. Но ему там уже больше 15 лет. Поездки все-таки стали большие. Ведь кроме флорбола мы еще выставляем 7 команд на передачи Московской области. Соответственно, приходится ездить. Мы купили современный за 5,5 миллионов автобус отечественного производства с конционером, с телевизором. Значит, у нас имеются два водителя. Ну и, соответственно, для жителей мы этот автобус даем бесплатно, скажем, ну, где-то бывают трагические там похороны, мероприятия, свадьбы. То есть мы никогда не отказываем. Соответственно, в районе часто, наверное, видно наш автобус. Поэтому вот уделение внимания именно культуру спорта это убрать с улицы вот молодежь, подрастающую, для того, чтобы они жили здоровыми, грамотными, и которые любили бы родину, начиная с Малой Медвежьих Озер и уже большой, соответственно, России, для того, чтобы вот туда же, в нашу часть, пришли служить настоящие мужики, которые бы не боялись ничего, не боялись защитить женщину, там, ребенка, заступиться. Я вам даже, преступник, я вам скажу, что у Николая Григорьевича есть зять Быков Николай Николаевич, он у нас возглавляет дружину, он замдиректора ФСК, сам спортсмен. В прошлом году один задержал вооруженного преступника, находящего в розыске с автоматом. И он был поощрен через Министерство Московской области полиции. То есть один человек не испугался. Он услышал выстрелы, приехал, он его скрутил, он здоровый парень такой, и доставил в милицию. То есть вот чтобы такие росли вот из тех, кто занимает спорт. Не каждый, может, уйдет в профессионалы, не каждый станет там профессиональным спортсменом. Но то, что они будут здоровыми людьми и то, что они будут знать, что такое труд, а для них это труд, я думаю, для этого не жалко ничего. Вот просто не жалко ни для чего. Может, где-то там жители говорят, там лучше сделай, но я считаю, что то, что сделано, вы знаете, у нас и фонтан появился Дом культуры. И мы на Новый год очень многого, что сделали, красоты около Дома культуры, куда ходят наши жители, для того, чтобы вот именно отдохнуть, посмотреть. Все мероприятия, которые проводятся в последнее время, в зал Битко. Вот просто Битко. Ну и вообще ДК, насколько я знаю, принимает, так скажем, культурные мероприятия районного уровня, там тот же Кусарский химвал, например. Обязательно. Не только для жителей поселения, но и всего района. Владимир Николаевич, у нас буквально минутка осталась до конца программы. Вот самый последний вопрос, если можно коротко, что бы вы хотели пожелать жителям сельского поселения Медвежьей Озерской? Сереж, если можно, не только сельского поселения, хотя я им всегда говорю, что, ребята, я вас очень люблю и уважаю. Я не боюсь критики, я ее готов слушать, я готов ее выполнять. Но вообще-то всем жителям Щелковского района, во-первых, хочу пожелать крепкого здоровья, потому что, вы сами понимаете, здоровье должно быть у всех. крепкого семейного благополучия. Я благодарен своей супруге, я благодарен дочке, вот внучка у меня есть единственная, которую я люблю. Я им благодарен за то, что они меня терпят, и, может быть, редко, иногда ведет дома, потому что, вы сами понимаете, работа, что в милиции, что сейчас, она не всегда является законными выходными. Пожелать благополучия и мира, и чтобы мы вели себя достойно, чтобы мы уважали и любили как малую, так и нашу мать Россию. И я думаю, что никто не может посягнуть на нас, потому что мы сильные духом, и мы любим там то место, где мы живем. Спасибо всем за эфир. Спасибо вам, Владимир Николаевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Спасибо большое. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Челковском. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин.